МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лезгасы Гомельской области плануют нарыхтовать все лето каля 2 тысяч тонн берозового соку. Зараз собрано каля половы. Сок поставляется на перопроцовку и продаются насельниству. Про то и як идея нарыхтовка в Мазырском районе. Наступный рапортаж. Нарыхтовка берозового соку для сны господарок района традиционное весновое мероприемство. А з уликом того, что берозовые гай займают каля 30% усягу лезного фонду, лезгасы отримавливают и значную экономичную выгоду. Мы планируем собрать 130 тонн. Основными потребителями это являются предприятия Белпищепрома, Сауштин продукт и Ецкий консервный комбинат. На сегодняшний тонн заготовлены, сданы им 20 тонн. Гэта своя особливая фабрика по вытворчасти берозового соку на базе Михалковской лесной господарки. И она працует уже тыдень. Звычайно, нарыхтовка напоя начинается крых ураней. Подчасся ковидской адлиги, коли растает снег и набухают пупышки. Але сё лето на дворье изменило гэтый термин. Каб не принести шкоду берозам, лезгас нарыхтовывая сок выключна по технологии только у вызначенных для гэтага местцах. Яны, звычайно, далекие от трасс и дорог. В планах лесничества собрать 25 тонн. Ну, планы – это планы. Как получится, по погоде будем видеть. Перед сокодвижением может быть и полтора месяца, а может быть и одна неделя. Поэтому всё зависит от того, как быстро распустятся листья. Сбором соку можно займаться, поколь не распустятся листья. Звычайно, гэта отбывается у другой полови красавика. Тому засталося не шмат часу. И тем, кто ещё не поспел на запасе беорозовик, треба поспешаться. Продаж напоя на сельницу и одеться у кожным лесництве. Если человек хочет бесплатно получить сок, пусть обращаются в лесничество, ему укажут участки, где можно заготовить. А если за цену, то чисто символическая плата – тысячу рублей за один литр. Пожалуйста, приезжайте, будем рады вас видеть. Илона Шавловская, Вячеслав Препеснов, телеканал «Мазыр» специально для телерадиокампании «Гомель». Дарыши надворы и у першипалове гэтага тыдня не порушить плану агрария и работников лесной господарки. Будет сухо и сонечно, а вось ближе до выходных пройдусь дожжи и махшима перши на больнице. По прогнозах областного гидромедцентра сегодня шагается пераменная воблашность, без опадков. В день температура поветра будет варьироваться от 14 до 19 градусов тепла. У сираду шостого кроссовика слубки термометра уздымутся до плюс 8 у ночи, до плюс 23 у день. У шатвер будет до 22 с плюсом, али пройдусь дожжи и на больнице. Восьмого и девятого кроссовика на дворье будет маллетняя, до 12 с плюсом у ночи и до 25 у день, местами опадки. Отповедный характер на дворье заховается до конца тыдня. Протягиваем выпуск. У Гомеля обнарковывается махшимость по ширине интернациональной и пролетарской улиц, а так само обудауництва трех падземных пешеходных переходов на площади Ленина. Об этом журналистам рассказали подчас брифингу, який пройшел угар выконками. Термины початку работ по кульне вызнашены. Сама махшимость по ширине центральных улиц города специалистами агучивается. Однако зараз ведутся только передпроектные работы. Это обгрунтование, укладание финансовых сродков и распроцовка документации. Только по завершении этой процедуры станет вядомо, який конкретно смены шакают улицы, а так само будут створены падземные пешеходные переходы на галоны площадки города. После этого, когда будет разработана предпроектная документация, тогда принимается решение либо строить, либо не строить. Если строить, то как. Тогда объявляется процедура на проектные работы, начинается проектирование, ну и последующее строительство. У Гомеля отбылся заключенный этап взлету юных сябров милиции, 200 школьников из всей области выпробовали себе уведение законов и приема рукопашного боя. А с заходом с поборництва сошила Ганна Ковалева. Люди в форме, экспонаты из музея криминалистки и узоры соправдной сброи. Гомельский державный профессийный политехничный лицей на один день стал подобный на отделение внутренних справ. Установа стала пляцовкой для проведения областного взлету юных сябров милиции. Принятие ему дел приехали 200 школьников из всех районов области. За звание лепшей измогались 25 команд. Проведение взлета юных друзей милиции ставит перед собой две задачи. Первая – это, конечно же, профориентационная работа на профессию милиционера, что немаловажно сегодня. И вторая задача – это, конечно же, занятость детей, которая позволяет отвлечь ребят от улицы. Идея заснования взлета з'явилась два года тому. Организаторы одразу вырошли обовязково протягивать до удела детей, которые потребуют повышенной педагогичной уваги. На этот раз такие школьники были у каждой из команд. Что радует руководство УД Гомельского столкома, лично меня, это то, что это наши ребята сделали свой выбор. Пусть не каждый из них станет милиционером, не каждый станет сотрудником МЧС. Вместе с тем, повзрослев, они займут правильную жизненную позицию и, самое главное, будут законопослушными гражданами. Что немаловажно, на них смотрят их сверстники, друзья, товарищи, которые тоже сделают, я надеюсь, свой правильный выбор. Визитовка команды, строевая, огневая, медицинская подрыхтовка, рукопашный бой и ведание правовых основ. Этапы взлета, подобные на экзаменово установы Адукации Министерства внутренних справ. Даже многие из этих школьников уже сегодня вызначились с будущей профессией. Мне нравится участвовать в таких мероприятиях. Меня это многому научил, я много этому научился здесь. Научился правильно маршировать, научился слушать своего командира. Физически развиваюсь, морально, тоже умственно. Хочу поступить в силовые структуры Республики Беларусь, как бы я считаю, что мне это понадобится. В трамогу взлете юных сябров милиции завоевали наученцы 14-й школы города Мазыра. Другое место у команды 21-й школы Центрального района Гомеля. Третье у наученцев Раджицкой школы номер 7. На Республиканском узруне подобное споборництво по кульне проводится. Тому областный этап по сутности изъявляется финальным. Дарочи взлет юных сябров милиции изъявляется на УХА у Гомельщины. Таким прикладом с уместной работы специалистов в сфере адукации и супрацовников милиции, у справа выхования сегодня может похвалиться только наш регион. Ганна Ковалева, Михаил Рабко, телерадо, компания Гомель. Примерить на сябе в образ любимого персонажа, окунуться в свет отважных героев, темных злодеев, аниме и манги смогли больше за 300 косплееров из разных кутков Беларуси, России, Украины. У Гомеля отбылся фестиваль усходнеазиатской культуры Free Time Fest. А в самых ярких в образах Катярина Сапельникова. Косплей – костюмированная гульня, якая возникла в Японии, а все роди фанатов аниме и манги. По сутности, это перепранание у костюму ведомых персонажа и выработ таких костюмов. Как правило, своими руками. Головная умова в образ треба презентовать. Ужиться у яго и на некольки годин забыть уласное, как кажуть косплееры, мирское имя. На протягу 8 годин у Гомеля персонажа мультфильма, сериала и видеогульня демонстрировали свои костюмы у форматах дефиле, сценок, танца и караоке. С тысячи заявок, подаденных на фестиваль, только 350 персонажей пройшли на сцену. Это Амаль 30-й, в образ Кити. Костюм жицы она рыхтовала самостоянно, специально для фестивалю. Даже такие незвычайные в образы популярны так само на фотосессиях и модных показах. Доктор Манхэттен из телесериала, точнее, это фильм пока, телесериал будет сниматься, хранители. На баночке размешивались с вазелином, очень долго и продолжительно это все носили. Часа почти два. Будем надеяться за вечер отмоемся. На кольке у дельникам удалось увособить, в образы оценивала Журым. У вынику у разных номинациях были отзнашены 70 лепших работ. Катерина Сапельникова, Максим Славин, телерадиокомпания «Гомель». Тесная у «Гомеля» шайная культура, какую колькость гатунков могут пропоновать жахарам города специализованные крамы и как выбрать чай в звычайном супермаркете. Про это не только поди разговора в студии программы «Добрый вечер Гомель». У ее завершения глядашоу шакай майстер-класса саправдных знавцев чайной церемонии. Так само вы доведаетесь учим особливостей работ гомельского майстра рамесника Юлии Цалковой, и какое место у ее коллекции займают шаманы и оленеводы. Глядите программу «Добрый вечер Гомель» сёня у 19.30 на телеканале «Беларусь-Шатыры». Поэтышные читания прошли у областной библиотекции имя Ленина. Творший вечер Нины Шкляровой собрал коллег-письменников, прихильников и удельников творших коллективов Гомеля. Нина Шклярова лауреат шматликих премий, журналист, педагог, письменница. И она не только пишет верши, а ле перакладает народную мову русские творы. И она дарыш и первая женщина в Беларуси, якая пераклала народную мову слово «Полку Игорове». Веру и Родиму. У творшей Скорбонцы больше, как 10 сборников вершев. Недавно вышла книга на русском языке, которая называется «Засветло». Она, на мое удивление, имела успех. Просто первая презентация и размилили все книги. Осталась только на витрине одна книга уцелела. Нина Шклярова запросила у всех жадающих до микрофона прошитать свои любимые верши. Творшую атмосферу употрымливали шоу-программы с танцами и песнями на верши поэтессы. Жадающие могли набыть книги гомельских письменников для властной библиотеки. У Гомеля скрыжевали шабли и рапиры фехтовальщики из всей Беларуси. В областном центре прошел открытый республиканский турнир по фехтованию клинки Полесья 2016. Споборничали спортсмены 2002 года на рожжение и молодей. У споборничества шаблистов гомельским спортсменам у командным залику на лишайшую приступку пьедестала Гомеру подняться не удалось. Девчаты завоевали бронзу со ступившим меньшанкам и брызчанкам. Юнаки стали другими, пропустивши на перад только спортсменам с Гродны. У рапиры гомельские юнаки и девчаты стали третьими. У Гомеля фехтование развивают с 2008 года. Для этого вида спорта это пораунально не шмата, тому соправданные поспехи еще на пераде. Доработано уже много, но, к сожалению, фехтованию нельзя быстро научиться. Это лет пять надо повкалывать, повозить и вложить немалые деньги, чтобы вырастить хотя бы звездочку. Рада, что идет работа в правильном направлении. Однако теперь гомельчанам есть чем похвалиться. Недавно сестры Ганна и Яна Андрейенко, а так само Деяна Захарова вернулись с чемпионата Европы сарот кадетов, где в складе сборной краины занялись семая место. Это выступление без перабольшивания можно назвать поспеховым. На сегодняшнем этапе, учитывая наши реалии, да, вполне успешно выступают наши ребята не только на уровне республиканском, но и на международном. Великий уклад у развития не только гомельской аллеи республиканской школы фехтования уносят детячие турниры, которые проводятся у Гомеля. И особенно такие массовые споборницы, как клинки по лесу. Максим Савин, Малера Игапаньком, телерадио компания «Гомель». И на этом поколе сёза развитём поддей сошите по наших выпусках. А я с вами развитуюся. До повышения. Редактор субтитров А.Семкин